День второй, мы продолжаем, потому что мне показалось, что тот влог очень маленький. Мы зашли с Кристиной, делаем документы, посмотрите, квартал итальянский. А я на диете, понимаете? У меня свое, бери. Смотрите. Мне из всего этого можно, знаете, что только? Вот эту капусточку с огурчиками, и вот это я взяла прям вообще чуть-чуть. Я заплачу, Крис. Вот, смотрите. Это моя еда. Ну и плюс там итальянская темка из программы похудения. Покажу, сейчас сядем. Вот мне нравится, кстати, это место. Гляньте, какие диваночки красивые. Все недорого, но все очень круто, со вкусом. Так, смотрите. Сейчас я покажу вам, что у меня есть, что я буду кушать сейчас. Я взяла с собой, потому что, знаете, да, где это такое дело. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Где ты моя еда? Вот она. Паста Тоскана. Паста Тоскана. Я попросила, чтобы мне кипяточек дали. Сейчас разведу все. Все, и вот у меня на донышке салатик. Приятного мне аппетита. В общем, я съела порцию уже, добавку попросила. Мне же можно 100 грамм, а я взяла 50 в общей сложности. И вот моя Тоскана уже. На самом деле, с голодухи, это все такое вкусное нереально. Я вот раньше, знаете, такая кривила бы мордой, а сейчас все такое вкусное. И это счастье есть. Кстати, вкушает, что со мной Кристинка, да? Она тоже вкушает. А Кристинка-то на диете? Нет, она не на диете, но она держит пот. С музыкой уходим. Апара! Самбала, 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 самбала. О, кстати, здесь можно будет это, кушать. Я люблю, кстати, это такие, знаете, европейские моментики. Хочу в Европу! Хочу, хочу! В Европу я! Скорей бы туда отправиться! Христ, ты со мной? В Европу-то со мной? Ладно, все, мы едем, короче. До адресатора. Вот Кристинка моя пошла там по делам на секунду ключи взять. Ой, а я вот тут скучаю без нее. Что-нибудь рассказать вам, что ли? Или не засорят эфир лучше вот этим просто разговорчиками? Нужно, чтобы что-то было, менялись картинки, да? Вот так. Да. Что-то совсем какой-то влог, не влог, да, блин? Я уже столько дел на самом деле переделала и все забывала камеру взять. Сейчас я ходила в мое солнышко, хочу взять малому шапочку уже надо. Столько развивающих штук ему надо, он растет у меня как сумасшедший просто. Так, сейчас мы едем в мир. Так, какой красивый свет, если еще вот так. Вау! Моя Кристинка. А что это такое красивое? Возможно, камера красивая? Нет, это ты у меня красивая такая. А давай музыку. Да уж, да. Мы никого не ждем. Все, выключи. Нет, это ты уже куда-то хотела пойти. Все, все, я поспустила. Где дует? У-у-у! Короче, мы в Меге. Хочу зайти в детский мир и Вашан, ребенку, взять что-нибудь. А вот знаете, как бы, вы заметили, что я все время как-то одна в кадре? А знаете почему? Потому что Кристина прячется. Вот я бы хотела, чтобы вы спросили у нее. Кристина, а почему ты прячешься? Да не прячусь я, не прячусь. Я аккумулирую энергию, чтобы... Ага-ю, ага-ю. Ай, тяжелая. На руке тяжелая. Не контролирую процесс. А в общем, мы взяли... Знаете, я хотела маленькому своему взять игрушки. Но Кристина напомнила как раз-таки... Кристина! Вот где ты? Где ты? Кристина напомнила, что малыш-то мой любит мышки, да, пульты. Причем ему не нужны яркие какие-то кнопочные вещи. Ему нужно просто что-то черное, лаконичное, что говорит о том, что это не для детей. И я взяла для своего ребенка мышку и пульт. Пусть грызет. Типа это я такая, пульки будут лежать. Я тебе вот такая буду забирать. Главное еще делать вид, что забираю. Типа нельзя. Главное прятать так. Ну типа... Да. Плохо прятать. Он у меня хитрый малый вообще. Так что порадуюсь сегодня его пультом и мышкой. Думаю, ему это понравится. Магазин прикольных грушек. Кстати, я что увидела здесь на витрине? Купа. Вот буду знать, сколько стоит. Ничего не напоминает вам? Ну-ка, сколько стоит? Сейчас узнаем. Сколько же стоит? Интересно. Просто напишите. Девочки, а сколько стоит вы туда? Рабочка. Да. А, 590. 590 рублей. И вот так-то. Короче, собранный кухольный набор. Кухольный набор. Подожди. Последь нормальный, было чисто. Звуки. Крис, я думаю, что за звуки? Короче, магазин реально. Ну, классно. Не знаю, мне нравится. Слушай, я в него закрепляю, я здесь приукрашиваю цель. Кто снять дочь хочет? А достань. Слушай, он как настоящий. Вообще, как настоящий. Охренеть, я есть захотела, я на диете. Это магнитик. Слушай, это сам уже на диете фикс-брасе. Да не все, ну не все. Есть то, что не знаешь вообще, где это найти. А ну-ка, давайте крестинку. А ты мой. Ой, как тебе идет. И так как... Оденьте такие. Наклони голову. Оранжевый. Да, и мне нравится. Оранжевое небо. Море. Ой, вот это такой шутка, да? Ой, да, все, да. Я вот, когда мы подрастем, малому куплю себе такую. Мы будем гонять по квартире в таких. Короче, смело. Подожди, подожди. Подожди. Что ты, Крестинка, придумала? Ну что, в баньку? Клянусь, а это работа, ну что, трех. Двовгол. А ты помнишь, как мы берем? Мы шили, Крест. Мы шили в детстве берет, вырезали. Ну мы же не знаем... Как правильно, вот так? Или вот так? Как похоро, Крест. Короче, мы шили эти... Брали просто квадратную фигню, вырезали. По периметру делали... В общем, прошивали, чтобы резинку можно было выткнуть. Птыкали резинку и ходили в таких беретах. Самые модные были. Шили мой кружевочек. Здрасте, здрасте. Они что, у нас квадратные беретки? Ага. Можете померить. Рамку? Это не рамка, это очки такие. Очки? Да. Мать моя, ну же, дрожи. Ну тебе идет. Привет, я кот. Я хочу посмотреть. Тебе идет, можно... Вон зеркало есть. Ну все понятно. А я не могу. Это, даже не что. Прелесть какая. Мамочки. Я думала, это рамка. Ой, тут еще есть прикольные очки. Подожди, я хочу вот этот луноход. Слушай, жарко, я сейчас умру просто. Все, последние очки. Под мои волосы, слышь, Крис? Такие 349. Крис, и мы же что-то выбираем. Не, мое это вот оно. Мяу-мяу-мяу-мяу. К сожалению, я не могу делать звук денег. Какой звук денег, кстати? Крис, давай мне ростаманскую песню какую-то, да? Слышишь? А, вообще с розовыми вы думали, да? Крис, давай ростаманскую песню. Кто знает песню ростаманскую какую-то? Ну? Ну, никто не знает ростаманские песни. Я же двигаюсь. Я бы с Тасой Михайловой сошла. Ну, можно Стаса? Давай, ты что там? Без тебя. Без тебя. Вот. Да. Все ненужным сразу стало. Без тебя. Танец в шерепе. Танец в шерепе. Ладно. Ой, тема. Мне нравится. Может взять... Ну, блин, уже лето на носу. Вот так пацаны любят. Я все время, мне нравится. Пацаны вот так вот любят носить шапки. Вот так где-то на макушке. Почему девочкам так... Уши, чтобы не жарко там, чтобы не потерять шапку. Почему девки так не носят, мне кажется? Ой, девочки. Мы, короче, одеты и жарко у вас. Пошли мы. Ну, мы обязательно придем. Как у кого-нибудь день рождения случится, мы у вас сразу. А так настроение поднимаем. Заходим в магазин приколов. Зашли в зебру. Взяла вот такую вот краску в маркере. У меня на обуви белые, которые я все время пытаюсь одеть. Мои сникерсы старинные уже. Но я их очень люблю. Там полосы темные появились. Вот, короче, хочу вот этой краской заделать. Лайфхак. Ну, вот мы и дома. Пришли уже, я переоделась и съела свои 50 грамм вареной курицы. И я ходила еще на почту и получила посылочки от девочек. Наконец-таки так долго ждала, с нетерпением. В общем, куча посылок мне пришло. Вот такая коробочка. И вот такая я уже ее раскрыла. Сейчас покажу, что мне пришло. Девочка написала мне письмо. Нет, давайте сначала покажу, что пришло. Посмотрите. Ай, какая прелесть. Первое, что я вам хочу показать, это вот такая ложечка. Смотрите. Вот так она съела. Она вообще очень аппетитная. Как только я ее достала, я сразу подумала, как хочется съесть. Вот такая аппетитная ложечка. Ложечка аппетитная. Вот такой вот держатель для фотографий. Смотрите, он тоже вкусненький. Я бы такую штуку съела. Блин, вот как это делают. Как это аппетитно все. Я в шоке. Просто в шоке. Это держатель для рамки. Здесь будет хорошо смотреться твоя любимая фотография. Малыша, конечно. Мы сделаем малыша. И еще эта девочка сделала мне из полимерной глины вот такую прекрасную надпись. Смотрите. Селена Свэй. Как вам, чтобы было видно. Это очень-очень круто. Очень-очень приятно. И она прислала мне письмо. Давайте зачитаем его. Здравствуйте, Селена. Если вы читаете это письмо, то уже получили посылку. Улыбается. Ваша подпись находится в свертке. Она из полимерной глины. Покрыта глянцевым лаком. Требует бережного обращения. Также я сделала для вас держатель для фото и вкусную ложку пончик. Я очень надеюсь, что вам понравится. Инструкцию к изделию я положила. Правда, есть. Кстати, ваши влоги очень клёвые. И надеюсь, что их станет ещё больше. Привет малому. Спасибо. Также она подписалась. И я так понимаю, что это её инстаграм. Она, наверное, делает такие штучки на заказ. А, кстати, у меня здесь есть её вот. Если кому-то понравилось, то вот, пожалуйста. Вы можете её найти в инстаграме и даже позвонить. Может быть, в ватсап написать. И вторая посылочка пришла мне тоже. от девочки. Она занимается браслетами. Такая милота. Смотрите. Они тут так переливаются. Блестят. Так пахнет, кстати. Мне кажется, она надушила чем-то. Смотрите, какая красота. Всё связано в одной упаковке. Вот такой вот ниточкой. Четыре шикарнейших браслета. Смотрите. Вот такой белый. Ой, вот этот мне очень нравится. Красивый. А вот этот. Какие красивые бусинки. Кстати, это из натуральных камней всё сделано. Розовый. Ну, мой стайл, да? Всё это сделано из натуральных камней. Я знаю. Потому что я выбирала сама эти бусики. И она делает вот такие шикарные браслеты. У неё тоже ещё очень много видов. Тоже в Инстаграме. Я оставлю на неё ссылку под видео. Потому что я выбирала сама эти бусики. Именно такие. Но там есть ещё разные цвета и разные камни. Вы же знаете, что камни, они вообще полезны ещё для чего-то. Надо мне про всё прочитать. Я выбирала то, что мне нравится. Но я всё почитаю. Ещё, знаете, там для здоровья полезно. В общем, вот так. По ссылке из камней тоже была записка. Дорогая Селена, камни в этих браслетах несут в себе определённый смысл. Лунный камень – талисман творческих людей. Аметист – женский камень, оберегает здоровье. Розовый кварц охраняет семейное счастье. Чёрный агат забирает в себя всю плохую энергию, моих хейтеров. Забирает, моих хейтеров. Вы все будете в чёрном агате, хейтеры. Не в чёрном списке, а в чёрном агате. Горный хрусталь защищает от дурных мыслей. Спасибо, дорогая. Оставлю ссылочку внизу на неё, обязательно. А мы прощаемся с вами до следующего видео. Вот теперь-то влог закончен. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!